Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Многих огородников интересует вопрос, а нужен ли стерильный грунт для рассады и нужно ли для рассады грунт обеззараживать. Какие способы нам известны? Пропаривание, прогревание, прокаливание грунта в духовке, на плите или в микроволновке, промораживание на участке или в холодильнике, обработка препаратами, химическими или биологическими. Для чего все это делается? Мы пытаемся уничтожить вредителей, их яйца и личинки, бактерии и прочие патогенные микроорганизмы, находящиеся в грунте. Насколько это целесообразно? Кто-то считает, что эти мероприятия необходимы, кто-то сомневается в их пользе. Остановимся подробнее на каждом. Если мы прогреваем грунт, но недолго и не сильно, то такое прогревание не может уничтожить всех вредителей и возбудителей болезней. А если мы будем прогревать долго и сильно, то уничтожим всю микрофлору, и вредную, и полезную. Это будет мертвый стерильный грунт. И такой грунт придется оживлять при помощи внесения хитоспорина, М-препаратов или биогумуса. Кто-то проливает грунт кипятком. Мне кажется, это бесполезной работой, потому что непонятно, уничтожились вредители и болезни или нет. И из этого грунта вымываются полезные вещества. Лет 30 назад у меня был такой опыт. Прогревало грунт в духовке. Аромат стоял такой, что надолго запомнился. Этого раза мне хватит. Промораживание. Не очень понятно, сколько времени нужно промораживать грунт. А самое главное, какая минусовая температура способна уничтожить все то вредное, ради чего мы это затеяли. Если пользоваться химическими препаратами, то они потом останутся в этом грунте. Нам это зачем? Биологические препараты, такие как метризин, фитоспорин и другие так называемые биологические фунгициды могут почву обеззаразить, не нанося при этом вреда. Хотя и здесь есть подводные камни. Например, эти препараты могут оказаться просроченными, поддельными, неправильно приготовленными. И мне не попадались исследовательские работы независимых экспертов, которые научно подтвердили бы полезность этих препаратов в грунте, на полях, а не в лабораториях, не в чашечках Петри, например. И да, одни огородники, которые пользуются этими препаратами, утверждают, что пользы есть. Другие, что пользы нет. Третье, что эти препараты могут нанести даже вред. В качестве обеззараживания грунта некоторые используют материалы естественного происхождения. Это мох с фагнум, табак, сапропель, уголь. Все эти материалы в небольших количествах примешиваются к грунту. Но и здесь есть нюансы. Мох слегка подкислит почву. Уголь, наоборот, раскислит. Табак в грунте для рассады не использую. Были случаи, когда такой грунт покрывался плесенью. Сапропель – достаточно новый материал. Это донные отложения пресноводных водоемов. В нем содержится большое количество макро- и микроэлементов, стимуляторы роста и полезная микрофлора, которая способствует очищению почвы. Это обеззараживание грунта, но не его стерилизация. Основной аргумент против стерилизации – если растения выращивались в стерильной среде, они не вырабатывают иммунитета. И значит, когда они попадут в естественную среду, к нам с вами на участок, где нет стерильных условий, они окажутся неприспособленными к жизни. Что же делать? Те, кто не представляет себе выращивание рассады без стерильного грунта, можно пользоваться этим стерильным грунтом, но только на самой ранней стадии выращивания рассады. А затем при пикировке растение пересадить в обычный грунт. Я нашла для себя неплохое решение этой задачи. На самой ранней стадии пользуюсь обычным, покупным, недорогим грунтом. Его много не надо, но поверхность грунта при посадке закрываю вермикулитом. О чудесных свойствах вермикулита есть фильм «Ссылка сверху». В прошлом году у меня был фильм об обработке семян, в том числе об их обеззараживании. Ссылка сверху. Посмотрите, может пригодиться. Посадочный сезон только начинается. И важно не давать развиваться возбудителям болезней. То есть правильно ухаживать за всходами. Посадки не загущать. Чрезмерно не увлажнять. При необходимости подсвечивать, чтобы рассада не вытягивалась. На сквозняки не ставить. И соблюдать температурный режим. И тогда можно получить крепкую и здоровую рассаду. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Федерик Мюстраль. Говорят, что по запаху входит в десятку лучших рост мира. Во-вторых. Продолжение следует.